Давайте прервемся ненадолго. К студии подключился украинский политолог Максим Несвитайлов. Добрый вечер, меня слышно? Добрый вечер, слышно. Надеюсь, меня видно тоже хорошо. Да, вас видно. Устроить. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и возможность. Я так понимаю, что вы сейчас в Киеве. Да, конечно. Вернулся буквально позавчера из Херсон. Расскажите нам, пожалуйста, господин Несвитайлов. Мы, в принципе, первую часть программы обсуждали итоги саммита Бухариста, саммита НАТО. Но все-таки, имея возможность пообщаться с вами, я бы хотела узнать из первых уст о происходящем в Херсоне. Потому что, я так понимаю, что подвержен еще город обстрелам. Имеют ли возможность граждане уже в освобожденной территории покинуть эту территорию? Хотят ли они покидать свои дома? Ну и расскажите, пожалуйста, что происходит в Киеве? Как украинская столица живет без электроэнергии? Потому что я вижу, что вы тоже вышли на связь в такое довольно-таки темное время. Да, ну, по очереди. Наверное, начну по поводу эвакуации. То есть, была возможность пообщаться с многими людьми. В общем, для тех, кто хочет покинуть территорию города, области, никаких препятствий нет. Местные власти, как и центральные власти, пытаются организовать все возможные паршюты для эвакуации, как для взрослых, так и для детей. Я вот был там в числе гуманитарной миссии. Мы обсуждали тот же вопрос по поводу эвакуации детей, отправки их на отдых на запад Украины. То есть, все эти моменты уже налажены. Дороги достаточно приемлемые для того, чтобы перемещаться по области, уезжать, приезжать туда. То есть, много волонтеров работает. Но ситуация действительно тяжелая. По своим впечатлениям, я скажу, я там пробыл день. Перед этим был в Николаеве, был в Херсоне, был в Антоновке, возле того известного всем Антоновского моста. Я думаю, что о нем легенды доходили и до Молдовы, собственно. И, ну, что могу сказать? Взрывы не прекращались. Есть ли возможность поставки продуктов в освобожденные территории? Я так понимаю, что сталкивается с перебоями электричества, нет воды. Как выживает сейчас город? Да, поставки продуктов сейчас происходят. Некоторые магазины уже работают. Вот АТБ открывалась, это там наша большая сеть. Действительно, ну, людям всем не хватает продуктов, в том числе, но есть проблемы непосредственно с финансами, поэтому требуется и гуманитарная помощь, которую мы, собственно, туда привозили. Перебои с электроэнергии. Вот сейчас ситуация улучшается, потому что практически месяц до данного момента не было электричества, не было воды, не было связи у жителей Херсона. Это действительно очень большие герои, потому что, ну, у нас здесь отключают, там, на несколько часов, вот, было недавно 4 дня у меня лично, дома не было света. Но, в общем, это такие мелочи, когда мы сравниваем с тем, как люди жили в Херсоне, как они сейчас продолжают жить в каких условиях, потому что, ну, вот я был в Антоновке, там буквально через речку уже находится, ну, через Днепр на левом береге находятся уже позиции оккупантов. И они вот систематически, буквально в тот день с интервала в 5-7 минут велись обстрелы из артиллерии, из крадов. Вот, нам было очень слышно, и вот что было удивительно, люди вообще не реагировали на это. То есть, вот мы стояли там, разгружали, гуманитарную помощь раздавали, начались взрывы, и никто вообще, ну, даже не пошевелился. Люди как будто, ну, это очень страшно, к сожалению, что такие вещи для наших людей превращаются в обыденность. Такого не должно быть, но одновременно с этим вызывает очень большое восхищение то, настолько храбрые наши люди, как они. Вот, мы общались с многими людьми там непосредственно в Херсоне, и они говорили, что это все такие мелочи, главное, что мы свободны. Вот, я там не был с военными, то есть у них не было какой-то там необходимости мне врать, там, допустим, если мы говорим о том, что там... Если вы не против, я все-таки хочу успеть в оставшееся время спросить вас об ожиданиях. Какие у вас были ожидания от саммита НАТО в Бухаресте, и оправданы ли они сейчас, уже под конец второго дня саммита? Ну, слушайте, на самом деле, у нас какие ожидания? Мы непосредственно ожидаем того, что ускоренная процедура, которую мы планируем, которую мы ожидаем, она пройдет, мы создадим этот прецедент. То есть, на самом деле, в данный момент, действительно, да, для Украины в будущем, для того, чтобы не повторялись такие ситуации, очень важно членство НАТО. Но для НАТО сейчас не менее важно тоже то, чтобы Украина стала частью этого альянса. Я, скажем, откровенно за этой ситуацией следил достаточно вскользь, поскольку мы вот сейчас продолжаем эту процедуру с организацией того, чтобы провести эвакуацию детей, ну, там, как эвакуацию провести непосредственно на базе отдыха на запад Украины. Поэтому, я так, знаете, вот в эти дни я просматривал новости очень-очень вскользь, ну, и потому что там немножко пропал свет, но я еще на связи. Спросить вас, в принципе, как вы считаете, почему до сих пор страны альянса не ведут серьезных разговоров о закрытии неба над Украиной? Ну, слушайте, откровенно говоря, мы на это сейчас не рассчитываем, к сожалению. Мы понимаем, это было бы очень хорошо, но на самом деле мы реально смотрим на вещи. Для нас было бы очень-очень хорошо сейчас, если бы нам предоставили все-то, возможно, ППО, в том числе системы Патриот. Вот, пока что нет, ну, как говорится, сейчас пока нет каких-то планов, но мы надеемся, что они поменяются, потому что, ну, наши профессионалы, наши воины, которые находятся в силах противовоздушной обороны, они более чем профессиональны, если им даст достаточное количество систем, которыми они могут сбивать российские ракеты, дроны, то мы сами сможем закрыть небо. Нам в этом плане хотелось бы, конечно, очень хотелось бы, но мы реалисты, мы понимаем, что, скорее всего, этого не произойдет, потому что мы видели реакцию на то, что произошло в Польше, как туда упали ракеты, неважно, это была российская ракета или ракета украинских ППО, мы понимаем, что первопричиной является именно российская агрессия, именно российские массированные ракетные атаки. Мы видим, что НАТО любой ценой пытается еще как-то исключить себя из этого уравнения, не стать стороной конфликта формально, поскольку, ну, и они понимают настроение людей, которые боятся войны, они пытаются как можно больше помогать, но, тем не менее, непосредственно не участвуют. Поэтому в историю с закрытием неба пока верится очень с трудом, но в то, что нам дадут больше систем ПВО, в том числе системы Патриот, в это сейчас верится все больше. Хорошо, спасибо большое, Максим, за то, что вы нашли время для нас, мирного вам неба и победы, и всего самого наилучшего. Безусловно, спасибо за приглашение. Всего доброго.